Приветствую! Мы с вами в районе Леонозова, у самой кольцевой автомобильной дороги МКАД. И здесь у 83-го километра МКАДа и недавно названной улицы Доронина, на которой мы уже были, и до Псковской улицы проходит Зональная улица. Двухстороннее движение, например, транспорт, входное в пластик в каждом направлении, и длина улицы составляет около 1 километра. Но надо сказать, что на всем протяжении улица проходит вдоль границы дачного поселка имени Ларина, в котором мы уже неоднократно бывали на разных улицах этого поселка, и которая как раз разделяет эту улицу, этот поселок, вдоль границы поселка проходит, и, соответственно, уже обычную городскую застройку, городские микрорайоны по другой стороне улицы. Ну, естественно, поселок обнаружен забором, и в него со стороны этой Зональной улицы есть только один такой въезд и вход, это именно со стороны, вот в самом конце улицы, там где-то, как раз, вопрещение Сапсковской улицы, там идет такой КПП, и там идет ход и проезд в этот поселок. До 1977 года это была шоссейная улица, ну, трудно сказать, почему так называлась, наверное, может быть, одна была из основных улиц этого, так сказать, этой местности, в сравнении с другими улицами, которые были куда менее широкие и длинные. Вот, ну, и в Москве уже есть шоссейная улица, в районе Печатники, ну, и вот в 1977 году эту улицу переименовали и назвали Зональная. Название достаточно такое странное, но считается, что она была расположена между технической и производственной зонами вот этого района. Ну, надо сказать, что раньше эта улица, она обходила в состав поселка Ивни Ларин, то есть она была внутри этого поселка, вот сейчас она находится по границе этого поселка, да, она не входит внутрь этого поселка, она разделяет этот поселок и жилые микроороны. А раньше она обходила внутрь этого поселка, и там она как бы разделяла вот некие-таки технические, как бы, техническую зону и производство. То есть это, очевидно, было производство, вот, с одной стороны улицы, да, наверное, или там как-то так, а с другой стороны улицы, наверное, были какие-то технические строения, ну, может, там, типа, котельные, какие-то склады, ну, что-то так, наверное, как-то так. Ну, а сейчас эта улица, она уже находится за пределами этого поселка Ларина, и теперь, можно сказать, что она разделяет, как бы, дачную зону, вот, так сказать, собственно, поселок Ларина, который застроен дачными коттеджами такими, да, вот, и, соответственно, уже современную городскую застройку, которая находится с другой стороны этой улицы. Ну, вот так можно трактовать это название. На самом деле, эта улица состоит из прогулочной зоны, которая проходит вдоль, так сказать, вдоль всей длины этой улицы, практически вдоль всей длины, вот, и перед живыми домами. Только не со стороны поселка имени Ларина, потому что там заборы, там, понятно, никакой прогулочной зоны, конечно, она только внутри, там все находится, дома, и туда не попадешь, кроме одного только входа. А с другой стороны, где вот эти вот современные жилые дома находятся. Далее, соответственно, жилых домов, да, ну, и вот это вот поселок имени Ларина, с другой стороны. Вот так можно сказать. И, причем, надо сказать, что все жилые дома и школа, которая находится вот со стороны современной городской застройки, они все числятся по Псковской улице, а не по Зональней. Хотя некоторые дома выходят на Зональную улицу, но числятся они, так сказать, именно со стороны Псковской. А вот, так сказать, некоторые дачные дома, деревянные, кирпичные, вот эти дачные коттеджные такого типа, поселок Ларина, они как раз числятся по Зональной улице. И именно вот только вот эти дома, именно поселок Ларина, они как раз вот по этой улице и числятся. И еще, кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс. Примерно в середине этой улицы находится тоже, кстати, внутри поселка Ларина, такой современный, ну, обычный такой стандартный физкультурный комплекс, но он тоже числятся по этой Зональной улице. Ну, доехать до нее, в принципе, можно от метро Алтуфьевская на автобусе номер 815, или от метро Бибиева на автобусе номер 592, на ней проезжают всю эту улицу. И в конце ее находится, конечно, основка поселок Севвод Строу. И там как раз вот идет кот, вот, поселок Ларина. Кот туда свободный, поэтому, в принципе, можно пройти свободно. Въезд, не знаю, по-моему, там все-таки смотрят машинами, но, хотя я увидел, машина объезжает, ну, не знаю, может быть, их знают уже эти машины, вроде не останавливают, хотя охранники там сидят. Ну вот, а так, в принципе, таких-то особых достопримечательностей на этой улице нет, но она довольно интересная, потому что можно посмотреть на поселок Ларина, на эти дома, доставить, которые все не похожи друг на друга. Ну и кроме того, все-таки такая тоже прогулочная зона зеленая есть, поэтому можно и, так сказать, тоже отдохнуть, погулять, ну и сравнить вот современную застройку и, соответственно, застройку, так сказать, поселка Ларина. Ну, приятных прогулок и до новых встреч на улице.